Всем привет! С вами Айка и сегодня у нас мукбанг. Я приготовила стейк по рецепту в ютубе и вроде как получилось как-то странновато, жестко. В общем, посмотрим. Еще не пробовала. Здесь у нас наш араб, картошка и такой кекс, который приготовила мама. Он с вишней, такой немножко с кислинкой. Рецепт обязательно будет на кулинарном канале. Просто я не успела смонтировать. Мама очень хотела, чтобы я его быстро смонтировала, но, к сожалению, не получилось. Очень вкусно. Мы уже половину съели. Вообще, покупные сладости не очень люблю. А то, что готовим мы, так как там можно регулировать сахар, мне нравится. Особенно мне нравится, когда с кислинкой десерт. Вообще, готовка это целое искусство, особенно выпечка. Когда мы жили в Саратове. Кто не знает, полжизни я прожила в России, в городе Саратов. Пишите в комментариях, если вы тоже когда-то были в Саратове. У нас там поблизости особо таких магазинов не было. То есть, до магазина нужно было идти. Сейчас не знаю, как там дела обстоят. Но у нас здесь в Баку. Мне это очень нравится, что очень много супермаркетов. У нас, например, стоят пять зданий. То есть, новостройки. И во дворе, сейчас посчитаем, четыре супермаркета, прикиньте. Четыре. Это, во-первых, рабочие места. Во-вторых, очень удобно покупателю. Когда такой огромный выбор. В общем, сейчас суть не в этом. В общем, в Саратове у нас магазины были далеко. Мы сами пекали какие-то сладости. Потому что было неохота идти. У нас был огородик. Там были фрукты, там вишня, абрикос. Можно было сразу приготовить какой-то обалденный десерт. И в то время реально не ценили, что можно просто с дерева оторвать и поесть фрукты. А сейчас, когда уже живешь в квартире, понимаешь всю прелесть. Частного дома. В плане безопасности, мне кажется, конечно, безопаснее в квартире. Я вам рассказывала, однажды даже нас ограбили. Да и у соседей происходили такие инциденты. Поэтому, на мой взгляд, квартира как-то безопаснее. Не знаю, насколько работает, но у нас, например, внизу там камеры стоят. Началась десерт. Обычно делаю наоборот. Просто настолько вкусно. Давайте польем наш шарапом. Вот так вот. Сейчас все будет течь. Переборщила я, как всегда. В общем, мне кажется, что надо и то, и другое иметь. И частный дом. Желательно недалеко. Картошечка классно запеклась. Вкусно. Конечно, стейк без крови и всего этого. Я это не люблю абсолютно. Мне это невкусно. У нас вообще не жарко. Люди едут на море. Я не понимаю смысл. Вот даже, наверное, холодное. Если все лето так пройдет, это просто будет кайф. Потому что сильную жару я не переношу. Мы даже еще кондиционер ни разу не включали. Уже почти один месяц прошел лето. Вообще время так быстро летит. Так можно обернуться. И все, полжизни прошло. Очень сочно. Прям тает во рту. Классно получилось. Наверное, там слабо похоже на стейк. Но все равно вкусно. Не знаю, когда вы увидите это видео. Но сегодня понедельник. Я сегодня встала в 6. Пока накрасилась. Пока это все приготовила. А все почему? Потому что в 12 я записана к косметологу. Будем наводить красоту. Ну как красоту. Губы. Больше ничего делать не собираюсь. Только губы. Слегка. Совсем чуток. И давайте немножко поотвечаем на вопросы. Мадина 387 задает вопрос. Мадиночка, тебе огромный привет. Айка, расскажи про какие процедуры, которые ты делала, ты сейчас, например, жалеешь. Я, если честно, много чего не делала. То есть я не могу сказать, что у меня такой обширный опыт. Однозначно я могу сказать, что перманент я, наверное, жалею. Почему-то вот реально 85% людей, которые делают перманент, они потом жалеют. И они рассказывают о том, что они жалеют. Но люди все равно идут и делают. Мне кажется, чем делать перманент лучше подкопить денежки и сделать пересадку волос. Недавно одна подписчица мне скинула, как она сделала пересадку волос. Ну, кончик брови она хотела приподнять. Вот. Все-таки, наверное, я жалею. Если бы вернуть время назад, я бы не делала бы брови. Потому что все равно каждый день просыпаясь, я рисую себе брови. То есть, если вы думаете, что вы сделаете, например, микроблейдинг, и потом вообще не будете красить брови, вы ошибаетесь. Как красили брови, так и будете красить брови. Просто в ненакрашенном виде у вас брови будут смотреться вообще не очень. Вот. Поэтому я как бы не за эту процедуру. Обратите внимание, что мастера по перманенту у них свои брови. Почему они не делают эту процедуру для себя? Поэтому решать, конечно, вам. Возможно, есть очень много девочек, кто доволен. Наверное, если вообще бровей нету, очень редкие брови, возможно, стоит. Если конкретно прям такая проблема. но если плюс-минус брови густые, никакой необходимости в этой процедуре нету. Я знаю, что я это скажу, но люди, которые, например, меня смотрят и хотят сделать эту процедуру, они все равно ее сделают. Со мной было то же самое. Когда я захотела делать брови, мне девчонки и даже вот из Баку очень много девчонок покидало свои брови, как они делали в лучших просто академиях. И состояние их бровей спустя, например, полтора года, два года. И сказать, что пигмент сошел на нет, нет. Просто брови стали светло-серого цвета. И пигмент не выводится. Конечно, если делать каждый год или в полтора года один раз, возможно, все будет смотреться классно. Но, например, если сравнить косметологию, ты, к примеру, делаешь ботокс или делаешь губы один-два раза. Потом передумал, ты можешь их не делать. Или наоборот, в колодике алурона дас и все, все пройдет. А тут знаете как? Один раз ты сделал брови, все до конца жизни ты должен делать их. Что я буду делать со своими бровями? Я пока что не знаю. В декабре, наверное. По-моему, в декабре я делала. Или в октябре. В общем, холодно было, это точно помню. Моим бровям пока что нету года. Посмотрим, как они поведут себя через год, через полтора года. И в связи с этим, как поведут себя мои брови, зависит мое дальнейшее поведение. Мне форма нравится. Кто-то пишет, что они чуть-чуть отличаются. На мой взгляд, так и должно быть. Брови не должны быть идеально симметричными, потому что наше лицо тоже не симметрично. Дело не в форме. Дело просто в том, как это смотрится без макияжа. Мужчины же пересаживают себе, например, бороду. Делают себе офигенную щетину. Мне кажется, то же самое можно сделать и с бровями. Так будет намного естественнее, красивее. Я поела, наелась. Честно сказать, что стейк не супер мне понравился. Не забывайте подписываться на мой канал, писать свои вопросы в комментариях. А я вас всех очень сильно люблю. С вами была Айка. Пока!